Вместе почитаем. Отделите мне, Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. И давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог дал нам в наследие. Аминь. Даже если мы пойдем узким путем и трудным путем, как мы сегодня прославляли, мы все равно будем идти с радостным сердцем, потому что Бог пребывает вместе с нами. И поэтому богослужение для нас — это самое радостное время, потому что это время, когда мы можем удостовериться и проверить, получить то слово, в котором мы убедимся на местах действия. И в продолжении того, что мы с вами уже говорили, и в продолжении того течения, в котором мы находимся, сегодняшняя тема проповеди — это всемирное миссионерство, которое совершается через благовестников, ведомых святым духом. И каждый из нас с вами, мы являемся благовестниками, имеющие благую весть, уже благовестник. И места действия, на которых мы находимся, — это и есть места всемирного миссионерства. И для каждого из нас Бог, Он также... Бог, Он также приготовил для нас ответ победы на тех местах действия. И одним из секретов победы на этих местах действия является то, что нам с вами нужно внутри себя поставить башню Христа, чтобы утвердилась то Евангелие, та благовесть, те помышления, как и во Христе Иисусе. Нам с вами очень важно также помнить, что мы с вами находимся на духовной войне. И у нас есть враг, и этот враг, как писал Петр, 1 Петра, 5 главы, 8 стихи, чтобы мы трезвились и водорствовали, потому что противник наш, враг наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Он желает уничтожить, его желание, его цель — это уничтожить христиан. Поэтому наша вражда, наша борьба, наша война духовная не против плоти и крови, потому что это Он, который пускает... Это тот, который атакует нас, и Он пускает огненные стрелы. Поэтому, чтобы вот эти огненные стрелы нам угасить, нам нужны... Нам нужно все оружие Божье, нам нужен щит веры. Потому что даже сейчас дьявол через неверие, которое он вселяет в сердца людей различными способами, он ведет человечество к погибели. Он стремится, чтобы совершенным образом был уничтожен человек, как образ Божий. Но мы с вами, мы победим в этой духовной войне, потому что мы наслаждаемся силой имени Иисуса Христа, который уже победил. Потому что, когда мы посмотрим в Писании, то сказано то, что уже дана победа, уже Иисус Христос. Он победил в духовной войне. И поэтому нам с вами точно нужно понимать, что есть наше прошлое, что есть наше настоящее. И если мы неправильно понимаем наше настоящее, то мы неправильно понимаем наше прошлое, то, естественно, наше будущее, мы будем жить не таким образом, что мы будем вести этот мир, а будем ведомы этим миром, и будем судами и рабами этого мира. Потому что в действительности Бог уже дал нам победу, как это сказано и в Луке 10 главе 19 стих, что Бог нам дал власть наступать на змеев и на скверпионов и на всю силу вражью. И поэтому я благословлю вас, чтобы вы могли наслаждаться силой, которую Бог вам дал, чтобы вы именем Иисуса Христа могли сокрушать все эти силы тьмы, которые действуют в вашей жизни. В Луке 10 глава 19 стих, еще раз давайте провозгласим, он говорит о том, что «Даю вам власть наступать на змеев и на скверпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Какой бы, какие бы планы не строил дьявол против вас в вашей жизни, помните также, что он будет до конца преследовать вас до конца, он будет искать возможность, чтобы разрушить, чтобы повредить нашу веру, чтобы каким-либо образом нас привести к падению, к поражению. Но мы с вами должны помнить всегда и наслаждаться той властью и использовать имя Иисуса Христа, который в действительности разрушил уже дела дьявола через смерть на кресте и через воскресение. Нам всего, что нам нужно делать, нам нужно с вами использовать имя Иисуса Христа. Сказано ведь в 1 Иоанна 3 глава 8 стих, что тот, кто грешит, тот, кто делает грех, он от дьявола, потому что дьявол первый согрешил. И поэтому и для этого явился Сын Божий для того, чтобы разрушить дела дьявола. поэтому нам с вами нужно получить благословение, восстановление тех духовных благословений, той духовной идентичности, которая действительно принадлежит нам и той идентичности того, кем мы являемся на самом деле. Поэтому второе, что нам с вами нужно всегда помнить, это наша идентичность. Нам нужно правильно знать свою идентичность и каждый день находить ее и восстанавливать эту идентичность. И что это за идентичность? Что есть та духовная башня, абсолютная башня, которую нам нужно установить в себе. То есть, когда мы говорим «башня», это означает как образ мыслей. Те слова, то знание, то осознание, которое нужно, чтобы утвердилось в нашей жизни, которое формирует то, как мы мыслим, то, как мы поступаем. Вот это, когда мы говорим, что нужно установить башню в себе. Когда мы говорим, что человек тоже может стать как башня. То есть это уже тот человек, который действительно внутри него Слово Божье живет, и он уже на месте действия, сам является как источником воды живой, как реки воды живой потекут из него. Об этом тоже говорилось. Поэтому первое, что нам очень важно, нам нужно осознать и помнить, что мы являемся детьми Божьими. Поэтому я являюсь Божьим сыном, Божьей дочерью, которым Бог дает ответы через Слово. Бог помогает нам в нашем путешествии веры, дает нам также знаки, которые необходимо нам читать, как дорожные знаки, когда мы идем в путешествии. Поэтому нам с вами, когда мы наслаждаемся этими благословениями, Бог хочет, чтобы мы наслаждались благословениями проповедования, которые Бог приготовил для нас. Поэтому мы с вами, находясь на этом месте действия, где бы мы ни находились сейчас, может быть, мы в Корее, может быть, мы в другой стране, но если мы сейчас слушаем Слово, то это то Слово, которое Бог желает, чтобы в нашей жизни утвердилось, чтобы мы находились в течение Слова, чтобы мы наслаждались благословением, тем, что мы являемся детьми Божьими, чтобы каждый из нас мог наслаждаться и жить жизнью веры, и чтобы и на наших местных действиях, которые Бог нам дал, мы могли наслаждаться победой, которая нам уже дарована. Каким образом? Нам нужно вести духовную войну. Поэтому не забывать, кто мы есть, вести духовную войну и через Слово получать водительство Божие. И нам нужно... Третье, очень важное, что необходимо делать, нужно, чтобы открылись наши глаза, чтобы мы смотрели на духовное состояние людей. Не обманывайтесь, смотря на физическое, не обманывайтесь, смотря на кожуру, на то, что оболочкой является всего лишь. Смотря на оболочку, мы не можем, не зная содержания, мы, конечно же, можем обмануться. Это касается и даже физического всего. И выглядит, конечно же, так, что люди таким образом живут, что как будто бы физическое, то, что они видят своими глазами, это и есть все. И поэтому, конечно же, мы можем иногда завидовать, и мы так и получаем, что мы завидуем, восхищаемся какой-то такой жизнью людей, которые живут вокруг нас теми внешними атрибутами, либо же внешним обликом этих людей. но мы не знаем даже их внутренних состояний, о чем их переживания, какие у них проблемы. Потому что, конечно же, люди не показывают этого всего, но нам нужно стать с вами людьми, которые способны видеть духовное состояние и скрытые проблемы мира и людей. И это все можно увидеть, когда мы действительно смотрим через призму Евангелия, глазами Евангелия. Помните, когда мы посмотрим четвертую книгу царств в пятой главе, есть полководец по имени Нейман, который был признан лучшим в арамейском царстве. И, казалось бы, он имел все. Он имел власть, он имел богатство, славу, он был действительно элитным, великим человеком на то время. Но что было, что скрывалось за всей этой оболочкой, за всем этим обликом внешним? Скрывалось то, что у него была проказа. И, зная об этом, та девочка, которая была в плену, израильтянка, которая служила служанкой у жены генерала Неймана, она ему сказала, что ему необходимо встретиться с Елисеем, чтобы он получил исцеление. Смотрите, она смотрела не на физический облик его в плане, физически в том плане, каким он является в этом мире. Она знала его проблему, и она знала ответ, что нужен, ему не просто какое-то лекарство нужно или что-то еще, ему нужно встретиться с человеком, который донесет ему и восстановит его духовное состояние, прежде всего. Поэтому смотрю, ли я на мир и на людей действительно глазами Евангелия. Давайте станем с вами молиться, чтобы стать людьми, которые правильно могут оценивать свое состояние, оценивать состояние людей, которые в этом мире находятся, чтобы мы действительно могли убедиться и наслаждаться благословением водительства Святого Духа. Потому что это действительно самое важное, что мы можем испытать в нашей жизни и в чем мы можем убедиться. Почему же нам с вами необходимо получать руководство Святого Духа? Так как мы с вами являемся детьми Божьими, Бог невидимым для наших глаз образом, так как Бог, Он есть Дух, и Бог, Он действует Духом Святым внутри нас. Он исцеляет нас изнутри. Он восстанавливает нас. Изнутри идет процесс возрождения. Мы стали новым творением во Христе Иисусе. Поэтому через действие Духа Святого происходит наше восстановление, наше возрождение. И Дух Святой, Он находится в тех и с теми, кто принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Когда понимаем, когда человек понимает, что восстановить себя как образ Божий могу только через Иисуса Христа, который для этого Он и пришел, и явился. И поэтому веря в Иисуса Христа, что Он понес нас на кресте. мой грех то, что проблему, которую я не мог решить своими силами, то, что я был разделен с Богом. Если таким образом мы верим, тогда действительно, как сказано в 1 Коринфянам 3,16 Иоанна 14,16 «Разве не знаете, что мы храм Духа Божьего? И Дух Святой внутри нас обитает и будет с нами до конца, чтобы нам жить как дети Божьи?» Иоанна 14, глава 26, говорит, что нам с вами необходимо получать водительство Духа Святого. И Он Дух Святой не просто так, какое-то то, что мы, говорится, запечатлены Духом Святым. То есть, это не просто так, что это как печать какая-то. Он действительно живой. Дух Святой действует внутри нас. Он напоминает нам Слово Божье. Он направляет нас. Он помогает нам осознать и понять волю Божью, план Божий, желание Божье. Поэтому Он действует через Дух, через наш Дух, на наши мысли, на наши чувства, на наши желания, если мы действительно открываем наше сердце и наши духовные глаза и уши для того, чтобы слышать Бога, понимать Бога. Очень часто, что мы попадаем в разные заблуждения, в ситуации, когда мы живем по нашему опыту, по своим мыслям, когда принимаем решения по своим суждениям. И тогда получается, что мы не получаем водительство Божье. Мы не можем получить действительно и водительство тогда в таком случае Духа Святого. Поэтому как нам наилучший способ получить водительство Духа Святого, когда мы будем поступать по Слову Божьему, которое Бог нам дал. И даже несмотря на то, что мысли наши, казалось бы, могут быть действительно такими великими и может быть мы можем думать, что мы и видеть, как люди какие-то, что они действительно эти мысли и наши желания являются благими, но нам нужно всегда молиться, чтобы получать водительство Духа Святого. Потому что не только то, что есть благим, но и расписание также Божье есть, когда то, что есть необходимо всему свое время, чтобы есть Божий план, когда для определенных вещей есть определенное время Божье. И когда мы смотрим даже и в отношении Писания, когда мы смотрим на команду Павла, когда они хотели проповедовать. Мы смотрим книгу Деяния, 16 глава. Они хотели проповедовать Евангелие в Азии. Но в 6 стихе, когда мы смотрим, то через видение Павел смог осознать, потому что он увидел видение человека Махедонянина. И поэтому через это видение он перешел в Македонию эстрады и открыл двери евангелизации во всем греческом регионе. И таким образом в Европе также. Когда путь был прегражден, то по которому хотел Павел идти, то это было время, когда они получили водительство Божье и смогли направиться туда, куда Бог желает. поэтому если необходимо ждать, иногда нужно ждать. Проблема, когда люди не ждут, когда они спешат, когда они бросают вызов, но не в то время. И вот тогда получается, получается, что происходит не то совсем, что необходимо. И также, когда мы смотрим в отношении Павла, Павел также он, мы видим, научился ожидать водительства Духа Святого и не действовать, как ему, казалось бы, кажется хорошим и правильным и даже может быть выгодным даже для Царства Божьего. Потому что Павел тоже всегда искал проповедовать. Посмотрите в отношении даже Иосифа. Он тоже не спешил. Он в смирении ожидал расписания Божьего. И это время не маленькое время. Это было практически 13 лет прошло с того момента, как он был продан в рабство своими братьями до того момента, когда он предстал перед Вароном. Как в отношении даже в отношении Авраама также. Было время ожидания ответа, который Бог ему обещал. Также и Моисей. Посмотрите, сколько времени, сколько лет в ожидании расписания Божьего находился и Моисей также. есть расписание, поэтому не нужно спешить, но когда расписание наступает, не нужно также и как бы отступать, не нужно из-за своих мыслей или из-за сомнений, что я не могу или у меня не получится или еще что-то тормозить совершение плана Божьего. У Бога есть расписание и в это расписание пока мы ожидаем это тоже благословение время, когда нам с вами мы можем получать исцеление, мы можем получать силу и это время, когда нам нужно находиться в молитве, сокрушая силы тьмы, чтобы мы с вами, когда придет расписание, ничто не препятствовало в этот момент. Посмотрите, также давайте в отношении Павла, как у него случилось, когда в 21 главе с 10 по 14 стих, когда пришел пророк Агав, и он сказал, что Павел будет схвачен и за проповедование имя Иисуса Христа. Но что тогда ответил Павел, когда в 21 главе мы посмотрим в 13 стихе там сказано, что почему вы как бы плачете, почему сокрушаете сердце мое, я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. И поэтому в 14 стихе сказано, что когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. То есть Павел настолько действительно был верил в Божий план, в Божью волю, в то, что нужно проповедовать Слово Божье, то он не просто хотел избегать проблем, он в эти проблемы и ушел. Такой интересный очень действительно Павел, он мы хотим всегда избегать проблем, боимся когда какой-то кризис или проблема, что угодно может быть, это в обществе, в жизни, где мы живем, но Павел не боялся, он ради проповедования Слова шел, чтобы проповедовать, шел, чтобы бросать вызов этому всему, и конечно же, прежде всего нам нужно искать волю Божью, потому что посмотрите, как в притчах 19 главе 21 стихе там сказано, что может быть много замыслов в сердце человека, но что состоится, что сбудется? Только определенное Господом. Поэтому самое важное в нашей жизни это молиться, чтобы осознать волю Божью, план Божий. И самое важное, самое лучшее, самое счастливое время, это будет, когда будет совершаться Слово Божье, совершаться воля Божья, и когда мы будем получать с вами водительство Духа Святого. Я благословляю всех верующих церквей и уловками мира. Потому что дьявол всегда и сейчас продолжает нападать на христиан. нам если посмотрим также ефесянам, что там сказано? Не давать шанс дьяволу. Нам нужно не давать то, что сказано, не давать место дьяволу, то это означает, так и есть, да, то есть не давать ему шанс, чтобы он что-то мог сделать. и как только мы с вами ослабеваем духовно, как только мы теряем духовную силу и перестаем бодрствовать, вот это маленькое все, сатана, дьявол, духи его, они знают, что в чем наша слабость, поэтому они ожидают, чтобы в этот момент напасть на нас. Поэтому нам всегда нужно бодрствовать и Колоссяна 2.8, что сказано, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира и не по Христу, потому что очень часто так и есть, дьявол нас улавливает и пытается сокрушить нашу веру через слова других людей, потому что мы все с вами живем следуя чьим-то словам и подчиняем себя по сути чьим-то словам. Это могут быть как и идеи, как и идеологии, как и философии, как и просто закон, который в государстве, каком-то, в котором мы находимся. То есть мы по сути являемся такими людьми, которые хотим или не хотим, мы думаем самостоятельно, но мы по сути живем следуя чьему-то слову, чьим-то словам. Но что самое важное для нас? Нам самое важное, чтобы мы по-настоящему следовали Слову Божьему. Поэтому сказано, чтобы в Ефесянам 6 глава 18 стих, что нам нужно с вами иметь? Иметь меч духовный, который есть Слово Божье. Вот поэтому очень важно, чтобы мы могли все судить Словом Божьим, чтобы Слово Божье действительно стало нашим оружием, чтобы сокрушить все эти твердыни дьявола, чтобы мы могли не обмануться вот этими сетями, не попасть в эти сети, каких-то идеологий, философий, образов жизни, всего-всего, что может быть в этом мире, каких-то уловок, которые дьявол расставил. Потому что люди, мы же живем каким образом? Мы же не просто животные, как животные живут. Мы же люди, мы живем... Наша жизнь всегда связана Словом. И это может быть либо Слово Божье, либо слова другие какие-то. Поэтому вот таким образом дьявол расставляет ловушки разные. Поэтому что необходимо нам с вами? Нам с вами необходимо, чтобы мы были людьми, которые действительно служат Богу. концентрировались. И поэтому в Деянии 13 глава 2 стих там сказано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнава и Савлу на дело, которому я призвал их. Поэтому тот пост, который они также сказали, совершив пост и молитву, это то время, когда мы с вами действительно концентрируемся на Слове Божьем, то мы обретаем ту силу, которая не может, недоступна для людей, которые живут без Бога, в которых нет Духа Святого, который не служит Господу, получается. Тогда мы сможем обрести мудрость, тогда мы сможем увидеть то, что не видно глазами других людей. Поэтому так важно получать водительство Духом Святым. Нам нужно с вами стать действительно благовестниками, которые получают водительство Духа Святого. Поэтому благословляю всех нас, чтобы мы с вами получали водительство Духа Святого в нашей жизни и наслаждались благословением, которое есть, чтобы мы с вами стали теми благовестниками, которые действительно получают водительство Духа Святого. Когда мы с вами стремимся познавать Бога, когда мы концентрируемся на Боге, тогда мы сможем с вами ищем того, что угодно Богу, тогда мы сможем с вами понять, что действительно угодно Богу. Если мы будем жить и наш интерес, наш фокус будет на том, что мирское, то, что в мире просто вокруг нас, то соответственно и результаты также в нашей жизни будут другими. Поэтому смотрите, как сказано в 3-м стихе также, 2-ю и 3-м стихе, для того, чтобы получить действительно силу Божью, для того, чтобы иметь силу действительно, чтобы делать то дело, для которого Бог призвал. Они действительно были чувствительными, искали того, что угодно Богу. Поэтому нам с вами точно так же нужно, чтобы мы с вами жили жизнью в нашем сердце. Если у нас этого нет, тогда чтобы мы помолились, чтобы Бог нам дал такое сердце, искать того, что угодно Богу, чтобы мы могли быть чувствительными к тому, что угодно Богу, что желает Бог, чтобы мы не по своим чувствам, не по словам людей, не потому, как люди, но чтобы мы так действительно, как того, чего желает действительно Бог. Посмотрите даже в отношении Иисуса Христа. Ведь Он в течение сорока дней, перед тем, как начать Своё служение, находился в посте, в молитве. И для чего это делал? Чтобы получить действительно силу для того, чтобы быть действительно чувствительным к водительству Духа Святого. Дальше, когда мы смотрим, уже видим много раз в Писании сказано, когда ученики и апостолы молились, и Павел и Варнава, как мы смотрим, они осознали, что Бог отделил их на дело проповедования, поэтому они все осознав, потому что были там не только Павел и Варнава, там были и другие люди, и были, как сказано там, что там были и пророки, и учители, и были среди них также и Варнава, и Павел, но Бог Духом Святым дал им осознать, что Он отделил Варнаву и Савла, поэтому все те люди, которые там находились, они послушались того, что Бог сказал через Слово, и они тогда совершили молитву, возложили на них руки и отпустили их. Поэтому вот это действительно важно. Вот это действительно то, что необходимо нам также с вами этим благословением наслаждаться в нашей жизни. потому что люди, которые понимают, в чем это является действительно тайна молитвы и сила молитвы, они наслаждаются этим временем, когда они находятся, сосредотачиваются на Боге и могут в этот момент получить и силу, и осознать, что Бог желает восстановить свое состояние внутреннее. Вот это то, что нам с вами действительно необходимо восстановить в своей жизни. еще раз хочу так же, чтобы мы с вами правильно поняли, не сам пост поститься, не это важно, потому что есть люди, которые просто причина без причины, там хотят что-то, ответ который какой-то получить в своей жизни, и они начинают поститься, чтобы какой-то ответ получить. И этот ответ, это по сути, что христиане, что буддисты, что в другой какой-то религии, то есть они идут и молятся, просят Бог, дай мне это, ответь мне на это. И христиане тоже таким образом иногда делают, они начинают поститься и молиться за то, что они желают получить. То есть они используют тот метод, казалось бы, правильный метод, но что есть мотивом их и о чем они молятся, для чего они молятся? Бог, как мы видим, когда мы посмотрим в отношении всегда, где упоминается пост или молитва, это было, когда люди хотели найти волю Божью, когда они постились и молились не для того, чтобы просто получить на работу устроиться, либо же еще что-то случилось, либо просто Бог, исцели меня или мою жену или еще кого-то. Если даже они молились за исцеление, то они молились всегда Бог, пусть совершится воля Твоя, помоги осознать, почему пришла эта болезнь. И для того, чтобы осознать волю Божью, тогда они всегда молились и держали пост. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами действительно искали волю Божью. И у нас, как мы говорим, в нашей жизни мы имеем утро, вечер, утро, день, вечер, то время, когда мы кушаем. Вот в это время, например, если мы возьмем пост, и вместо того, чтобы кушать физическую пищу мы будем концентрироваться на Боге. Но опять-таки, это не просто так должно быть пост ради поста или еще что-то. Это действительно, чтобы понять волю Божью. Хотя и для физического также нашего тела тоже это хорошо поститься, чтобы тело также приводило себя в порядок. Поэтому прежде всего нужно нам помнить, что молитва это не просто когда я сел и говорю Бог, вот так вот и вот так вот. Молитва это происходит 24 часа в сутки. Это наши мысли, то, что мы мыслим, то, о чем мы думаем в течение всего дня, на чем мы сосредотачиваемся. На проблеме, либо же на словах людей, либо же мы это все оставляем и мы входим в общение с Богом. Несмотря на то, что какая бы ситуация ни была, несмотря на то, что люди говорят или говорили, мы продолжаем молиться, сокрушать силы, мы продолжаем искать волю Божьей, волю Божьей в своей жизни и искать того, что Бог желает совершить в моей жизни и через меня. Поэтому мы с вами думаем, что миссионерство это что-то далеко или что-то к чему мне нужно как-то я не могу участвовать в этом. Миссионерство, всемирное миссионерство, проповедование совершается и сейчас, и сегодня в моей жизни. Это не что-то далекое от меня. Я на своем месте действия, я являюсь уже миссионером и через меня просовершается всемирная евангелизация, через меня просовершается миссионерство. Поэтому не обманывайтесь так же и не думайте, что что-то там это что-то большое надо делать, нужно куда-то ехать, нужно что-то, нужно кем-то быть. Каждый из нас является благовестником, каждый из нас является проповедником и каждый из нас является тем человеком, через которого совершается воля Божья. Потому что если не вы, кто будет на этом месте действия, где вы работаете. Как они, кто еще за них помолится, за этих людей, если не вы? Поэтому проповедование Евангелия лежит через действия и водительство Духа Святого. Как это обещано было в Деянии, 1 глава 8 стих, через наполнение Духом Святым. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примите силы и будете мне свидетелями. И мы видим, что дальше, после даже того, как был Стефан побит камнями и умер, то мы увидим, что верующие рассеялись по всей Иудее и стали проповедовать. И даже дошло слово до Самарии. И даже Филипп, он пришел в Самарию, и даже он встретил Евнуха из Ифопии, Ифопии, царедворца эфиопского. И он передал благую весть, и в Ифиопию даже пришло Евангелие. И дальше, даже когда они продолжали изогонений, они дошли даже до Антиохии, и поэтому в Антиохии церковь была основана. И не апостолами даже, а лидерами простых верующих. И уже вот эта Антиохийская церковь, что они сделали? Они впервые отправили миссионеров, то есть впервые отправили людей на другие местодействия, в те места, где еще не было никого, где еще не проповедовалось слово Божье. Точно так же и нас, Бог с вами, Он отправляет на миссионерство. Каждый из нас на своем месте работы, в своей семье, мы являемся миссионерами, мы там для того, чтобы прозгласить то слово, которое еще не провозглашалось там. Поэтому нам с вами нужно лишь убедиться и проверить. Я работаю там и делаю что-то в моей жизни просто для того, чтобы заработать денег для себя, для своей семьи, чтобы еда была, чтобы дом купить или еще что-то. это нужно, это естественные вещи, но если я просто для этого буду это все делать, то это не то, что действительно... Смотрите, правильно, чтобы мы понимали, Бог не желает, чтобы мы ходили в обносках или были какими-то нищими и бедными. Посмотрите, все-таки опять-таки в Ветхий Завет и даже в Новом Завете Он говорил, что верующий в меня не будет ходить с протянутой рукой. Бог хочет, чтобы наш фокус был не деньги, не заработать денег, не одеваться красиво или не дом, не машина. Бог желает, чтобы нашей целью жизни здесь... Это так и есть, Он для этого нас оставил здесь. Эта духовная война идет сейчас. И даже на физическом уровне проблемы мы испытываем. Но Бог желает, чтобы мы жили для проповедования. Если мы выявим свой талант, если мы поймем, если мы уже призваны Богом и на каком-то месте, где мы уже работаем, где у нас какая-то специальность есть, или мы на каком-то месте находимся, в той стране или в том месте, где я работаю, то это и есть мое местодействие. И я там должен находиться для миссионерства, для того, чтобы молиться за этих людей, для того, чтобы искать возможность, как передать слово за этим людям, чтобы вести духовную борьбу на этом месте действия. Тогда я смогу, если моей целью будет, как мне можно через мою специализацию, через мою работу передать слово Божье людям, повлиять на то, чтобы они могли услышать и уверовать в Бога. Бог даст мне, если я буду смотреть на мир, искать, какие проблемы есть и как я могу эти проблемы решить, то Бог, тогда и финансы будут, и все будет, все, что необходимо в нашей жизни. Поэтому давайте не обманываться, давайте наслаждаться благословениями, которые Бог нам дал. И давайте помолимся теми теми молитвами, которые есть по слову сегодня, чтобы с сегодняшнего дня мы могли на том месте, где мы находимся, получать водительство Духа Святого, чтобы наша жизнь находилась в течение Евангелия, чтобы в течение молитвы и в течение проповедования. Давайте будем...